я вам передачку от дочки привез так это она передала вам это от нас там шоколад такой там лекарства есть она нахожусь обязательно надо не плачь и не надо я уже и семка и другая а болель это застел каждый пожитий каждый пожитий дочечка. Ой, спасибо тебе большое, дочечка. Что я могу сказать. Ой, ребята, спасибо большое, дочка. Жива, здорова пока? Хоть здоровья и здорова. Ой, не знаю, что еще сказать. А вас ищут родственники. Знаете? Да. Просили нас заехать к вам. Новинкина Валентина Яковлевна. Живы, здоровы. Дети тоже живы, здоровы. А Яков? Яков Вячеславович тоже живы, здоровы. А где он? Из сиротских. Из сиротских домов поехал. Как у вас дела? Не знаю. Девчули? Буквы. Дела? Буквы читаю. Что ты хочешь? Буквы читаю. Буквы читаю? А как этого серьезного мужчину зовут? Михаил. Мишань? Это Мишань. Мишань, тогда. Привет. Ай-яй-яй. Слушай, передай. Мать тоже переживает. Ну, мама, что вы переживаете? Нормально все. Я Гладков Олег Анатольевич. Проживаю в Судже по улице Красноармейская, 37. Хотел бы сообщить своей тете, Дурневой, Раисе Яковлевне о том, что я живу. Как у вас с продуктами? Да пока еще есть. Помогает он Лейнер? Помогаю, да. Хлеб привозят. Там он муку, сахар там. Вот это вот. Картошку копаете? Копаю. Копаю. К зиме как готовитесь? Ну как, сейчас вот надо выкопать будет картошку, дрову подзаготовить. Меня зовут Фисенко Марина Евгеньевна. Мне 61 год. Со мной здесь мама, которая 87 лет, слава богу ее. Ребята сюда перевезли, потому что я бы не дошла. Она тоже, слава богу, жива. Я не знаю, где мой сын с семьей, но они были в Москве живы, они не живы, я не знаю. Там внуку 7 лет. Сына звать Артем. У меня есть брат, я не знаю. Опять же, выехали они, не выехали с женой. Он после инсульта. Мама говорит, что им Бога молит, жив он или не жив, мы не знаем. Нас никто не обидит. Если кто-то говорит о том, что обижают, нет. Нет. Нас никто не обижает. Говорят, что распремивают. Нет. Ну вот сколько ребят заходили, они всегда спрашивают, все нормально. Спасибо, они мне вот, когда я искала маму, я каждый раз спрашиваю, потому что я не смогла бы дойти туда. Просто она просто физически не дошла бы. Я, Каширцева, Саида Геннадьевна, нахожусь в городе Сужи, Курская область, в эмако-центре по Геннадьеву. Я бы хотела обратиться к маме, Каширцевой, наиде, в дурахмане, и отцу Каширцеву, Геннадию, Валентину, еще брату Каширцеву, Саану Геннадьевичу, который проживает в городе Харькове, чтобы они как-то поспособствовали, чтобы я со своим мужем, который... Я гражданка Украины, муж мой, он гражданин России, чтобы они как-то нам помогли, поспособствовали, чтобы мы приехали домой в Харьков. У вас паспорт у кого есть? Украинский у меня паспорт. Паспорт российский у вас тоже есть? У меня российского паспорта нет, у меня гражданство Украины. У меня есть муж, он гражданин России, у него паспорт российский. И, в общем-то, мне сказали так, что меня в любой момент могут сюда вывезти, а с ним проблемы по законодательству Украины. Россия сейчас этого не пускает, и из-за граба паспорта у него нет. Колодченко Галина Михайловна, проживаемся в данный момент на Залешенке. Доча, мы живы, все нормально, никто нас не обижает, но хотелось бы, конечно, встретиться. Муж, да, со мной, 70 лет. Его два раза возили в Сумы, делали операцию, привезли, все хорошо. А с ним было, простата была, в Курске сделали, а там лечение вовремя не пришло, поэтому пошел воспалительный процесс. И возили в Сумы на операцию. Сделали... Такого такого, что он насильно вывезли? Да кто же насильно, я сама пришла, говорю, вывезите, ради бога, помогите. И вот медики забрали, привезли, увезли до дома, до места, и вообще благодарность его, выше крыши. Военные нас кормят и поят, и спасибо большое, еще и лечат. И никто никого не удерживает вот в этом интернате. Все сюда люди пришли самостоятельно, потому что здесь за них заботятся. И никто их насильно не удерживает, и никто их не держит под прицелом. Госпожа Захарова заявляет чуть-чуть другое. А госпожа Захарова пусть сюда приедет с этой Ольгой, этой самой Скобеевой, и тут снимут, они, извиняюсь за выражение, пи***ят, что они попадят. И со мной еще проживает брат с женой и сыном Петренко Александр Михайлович, Петренко Людмила Сергеевна и Петренко Сергей Александрович. Я Распопова Александра Петровна. Мне пришли, сказали, что я нахожусь в списке разыскиваемых. Разыскиваем их. Разыскивает меня внука-жена Никишина Мария Александровна. Я хочу сказать, что я жива-здорова, все у меня нормально. Простите, я волнуюсь. Машенька, если ты меня видишь или слышишь, все хорошо. Передавай привет всем. Всем и Косте, и ребятам Диме, Ване, родителям. Всем передавай привет. И не волнуйтесь за меня. Все хорошо. Нас никто не обижает. У нас ребята рядышком военные. Они даже спрашивают, пытаисты я у вас. Так что спасибо, даже если нет чего-то, они нам помогают. И хлебушек приносят, и водички приносят. Вы не волнуйтесь. Много я говорить не буду. Спасибо, что вспомнили обо мне и что разыскиваете. И спасибо ребятам, что они вот приходят и таких, как мы, записывают наши на видео и передают. Будьте здоровы, все здоровы. И будем ждать лучших времен. Я солдатюк Марина Владимировна. Меня разыскивает моя дочь Беленькова Яна Александровна. Она разыскивает меня, моего мужа, солдатюк Владимира Ивановича. И мою маму, Крахмар Людмилу Васильевну. Мы нашли себя в списках, в интернате. Вот здесь сейчас нахожусь я. Я хочу ей передать то, что мы живы-здоровы. Живем мы у себя дома. Дом наш цел. Слава Богу. Приходим в интернат сюда. Нам то спасибо военные дают продукты. Вода в неограниченном количестве. Ну и так у нас есть, конечно, чем жить, чем питаться. Слава Богу. И спасибо военным, что они нам помогают. Яночка, не волнуйся. У нас все хорошо. Мы живы-здоровы. Привет всем своим родным передавай. До нас не волнуйся. Будем ждать лучших времен. Надеяться на мир, на все хорошее. И все будет хорошо. Мы когда-нибудь, я думаю, встретимся. Это будет скоро. Будем надеяться на самое лучшее. Спасибо ребятам, что беспокоятся, что нас разыскивают военные. Большая им за это благодарность. Бросили нас, наша власть местная. Администрация района, администрация города. Сами поуехали. Ну, кто знал, конечно, те тоже уехали вовремя. А мы, простой народ, у которых нет ни машины, ничего, мы поставили все на своих местах. Имя мое, фамилия Ильин Василий Васильевич. Я проживаю в Суджанском районе, село Залешенко. Родители мои эвакуировались в город Курск. Как нам сказали, что это все будет 2-3 дня. Пройдет зачистка, и люди все обратно вернутся. Ну, я здесь остался, как бы, с желанием у меня уезжать в небо. Почему? Потому что и живность как-то оставлять, и дом. Ну, как видим, 2-3 дня уже скоро будет третий месяц, как это все происходит. Мама Александра Викторовича и все остальные, как бы, я приветствую вас, что соскучился очень. Люблю вас, целую и обнимаю. За меня не переживайте, у меня все хорошо. Имущество целое. Животина в сохранности. Особенно, мама собака, она это по тебе переживает, потому что она, как бы, любит тебя. И, как бы, ты у него хозяйка, я считаю. Ну, я держусь, мама, с Божьей помощью. Надеюсь, что Бог даст, скоро это все нормализуется. Не только у нас, но и на Украине. Скоро это все закончится. Ну, что, ты не скучай, крепись. Молись к Богу, обращайся. Потому что Он у нас один главнокомандующий над всеми. И надеюсь, что наше обращение, наше прошение, вопрошение к Богу, все это быстро, как бы, нормализуем. Люблю, целую вас. И крепко очень обнимаю. Скучаю по темам очень сильно. Ну, что поделаешь. Раз нас это настигло, будем крепиться, ждать, надеяться, что придет у них. Я Фурсова Раиса Васильевна, а это сестра моя, Антонина Васильевна. Она проживает сейчас вместе со мной. Жила я в Олешниках. Мы увидели в списке, что нас разыскивает моя дочь, Шведова Елена Владимировна. Ну, мы хотим передать, вот моя сестра и я, что мы живы, здоровы. На солдат на украинских мы не обижены, они нам помогают больше всего. И хлеба нам дают. Ну, все. Ну, я передаю своим деткам, что я жива-здорова, чего и им желаю. Ой, Господи, не могу. Я их всех люблю, целую. И как бы, чтобы пораньше их увидеть, не хочется. Я скучаю по их, переживаю. Два внука, внук у меня и внучечка. Вот, я их люблю, детей своих. Папа, привет, папа, это я, Даня, моя дочка. Ты помнишь меня? Я сейчас в Харькове. Лаля в сумах. Сейчас есть возможность нам как-то тебе помочь. Она просит вас не ходить домой, а быть здесь, под присмотром. Тут вам будут и кормить вас будут, и будут вас лечить. И плюс, видите, буржуйки завезли. Тут будет тепло. Это тут, если на зиму, да? Да. А тут я завозу. Пришел, побыв, пошел домой. До військовой командыру обратилась дочь нашего Робачева Сергея Ивановича с проханием передать ему это видео-звернение и забрать его. Наразі хлопцы привезли его в судьянский интернат. Усі речі, які вона передала, ми зараз надамо. Меня же тут кормлют. Вас тут кормлют? Да. Все, тут хорошо? Ну, нормально. Чего ж не хорошо? Будете тут? Приходите, покушайте, пошел. До свидания. Можете передать донькам, что с вами все в порядке? Вот сейчас две камеры. Ну да, все нормально. Все нормально. Чувствую себя хорошо. Часше покупаюся и можно дальше жить. На дискотеку? На дискотеку. День уже ноги не падают. Не поднимаются. Что вы говорите, ноги? А так, взагалі, как самопочуття? Ну так, все нормально. Давайте покажемо, что вам передали. Вы дивились уже, что вам передали? Ничего я не смотрел. Тут, вон, дивися, какие-то смаколики, виноград. Любите виноград? Да, у меня на дворе сидит. На дворе. Вот есть бисквитники. Тепли, фрукты, груши, бисквити. Молоко. Так что вы ешьте и почувайте себе добре. Домовились? Я Жилина Тамара Дмитриевна. И вот мой муж сидит, Жилин Виктор Иванович. Нас разыскивает дочка. Тарстанукова Юлия Викторовна. Доченька, у нас все хорошо. Нас тут никто не обижает. Хотелось побыстрее с тобой встретиться. Не переживай. Доченька, передай нашим родственникам, что у нас все хорошо. Мы живы. Может, ты что скажешь? Ну, кто же, ты все сказала. Хотела бы услышать от нее ответ, конечно, чтобы она нам наговорена у нас. Но мы в суд же живем и будем здесь. Куда? Мы никуда не хотим выезжать. Мы будем здесь ждать своих родственников, когда все наладится, когда будет мир. Должен когда-то мир наступить. Неужели все время война? У нас хозяйство, поросятки, куры, цыплята, утки. Я двойных Инна Викторовна. Я жительница города Суджи. Я хочу передать своей дочери, что мы с бабушкой живы-здоровы. В списке искала, что ищет меня дочка, меня и бабушку, мою маму. Но увидела фамилию прилепка Марина Александровна, разыскивает и тебя, Танюша, и меня, и бабушку твою, бабушку Надю. Просто я надеюсь на лучшее, то, что ты жива и здорова, но на все хорошо, не волнуйся. Я надеюсь, ты увидишь и услышишь. И Артему, мужу своему, передавай привет от нас большой. Ну, если как-то можно, чтобы потом мне передали, чтобы мы сдали, что с вами все хорошо, и чтобы услышали информацию о том, что у нас тоже все хорошо. Меня зовут Шелепов Юрий Игоревич. Нахожусь я на ферме перед въездом в Казачью Лопну. У меня все хорошо. Хочу в первую очередь сказать матери, прости меня, мам, то, что так вышло. Всем, видать, приведет сыну, дочери, брату, другу Лешу, Денису, с кем работали. Ну, до всего вот этого. У нас все хорошо. Военные к нам нормально относятся. Они нам и кушать привозят, и инсулин не привезли. От себя отдают. Именно вот человек привез мне инсулин. Вот этот человек, сидящий рядом, он мне привез инсулин. Потому что с инсулином тяжело. Вот. У нас все хорошо. Покушать есть. Все живы, здоровы. Мамуль, пожалуйста, не переживай, все будет хорошо. Я тебя люблю. Я из Чурова Любовы Владимировны проживаю в Казачьей Локне. Мои родные, не переживайте. Это Беловский район. Я жива, здорова. Никто не обижает. Продукты предоставляют солдаты. Не переживайте. Пока все нормально. Что дальше, не знаю. Что будет вам сейчас, скажите, пожалуйста. А вот Курск. Это у меня там дочка и сын находятся. В Курск мы не идем. Скорее всего, Налис. Ну, атакуют российские военные. Суды бомбят. Сыночка, дочечка, не переживайте. Со мной все нормально. Надеюсь, что все будет хорошо. Золотые мои. Не предупредил, не сказал ни слова. Бросили нас здесь и все. Все уехали. А мы остались четыре человека от рабочих. А мы четвером пока скотины держим, пока можем держим. А потом что будет нужно. Пока пытаемся удержать всех. Ну, конечно, и потери уже скотины есть. Мы ищем брата. Он жил в Казачьей Локне. Ищет сестра Люда. Спасибо вам большое за помощь. Есть такие вам сказки? Можете передать сестре, что вы живы, здоровы. Я с турбом Василии. Живу в Казачьей Локне. Живу, работаю дома. Заниматься хозяйством. Ну, дай бог, скоро закончится война. Будет мир. Ну, спасибо сестру. И жену я очень люблю. Дети я скоро как-то хочу побыстрее заниматься. Это как-то встречать с женой, с детями. Харитоненко Николай Иванович. Наразу в Казачьей Локне. В доме своих родителей. У меня пока все нормально. Картошку выкупал. Хоть плохой навыку. Вас ищет ваша родственница? Ну, да. Это моя племянница. И номера. Постадали. Переставь привет. Не болейте. Привет маме. Людмила Шаповалова, значит, написала. Знаете такую? Да, это невестка. Невестка. Допоможите, пожалуйста, найти родных под суджем. В связи с ними нет уже больше месяца. Мы очень хвиливаемся за них. Украинскую знаете? Понимаете? Ага. Не, вы сейчас, я вам читаю. Да, я вас прекрасно понимаю. Я Губа Лариса Николаевна. Муж у меня Губа Анатолий Иванович. Находимся мы дома. Говорит, он в К-39. У нас все хорошо, не волнуйтесь. Мы живы, здоровы. Людочка, спасибо тебе, что ты нас ищешь. Все будет хорошо, не переживайте. Елизавета Сулхарукова. О, это у нас. Паша внучка? Паша. Это родного. Значит, пишет. Пожалуйста, помогите найти нашу семью, которая осталась в селе Казачья Лопня Суджанского района. Вот сейчас расстроилась. Я не... Ты говоришь. В общем, я Сулхарукова Александра Васильевна. Мы... С нами все в порядке. Лизочка. Живем в своем доме. Не голодаем. Все хорошо, все нормально. Тут и Оля, и за детьми. Сережка. Все мы, Валентин. Мы все вместе. У нас 8 человек. Инка еще с нами. У нас все хорошо. А что я еще могу сказать? Что считаете нужным? Ну, все хорошо. Главное, что мы не голодные. Ну, не знаем, как будем зимовать еще. Нет уж ни света, ни газа, ни воды у нас. Нет воды, нет. Готовим на костре. Готовим на костре еду, конечно. Воду? Ну, воду возим с речки. И тут колодцы у нас восстановили. Мы с колодца воду берем. Ну, в общем, пока все хорошо. Проблема здесь она со спичками. Костер скоро нечем будет разжигать. Костер палим, да. Но даже вот дело в том, что мы не знаем, как зимовать. Лиза, тут тетя Лида, потом... Кто еще? Тетя Таня Морозова. Мы тут все. И этот... И Генка, и Петька, Андрей. Мы все. Никто не уехал. Морозова, тетя Таня, с детью Коли уехали. Не уехали. Света уехала, а мы все тут остались. Так что позвони, пожалуйста, расскажи Юлечке нашей. Ну, мы живы и здоровы, слава Богу. Не голодаем? Да, не голодаем. Еще нам гуманитарную помощь дают. Слава Богу, да. Дают. Пайки хорошие. Так вы же говорите, что не дают. Нам дают. Нам попадает все время. Вот нас 8 человек. Нам даже дают... Нам даже дают этот... У нас бабушка 82 года. Ей привозят даже нам эти памперсы. Памперсы. Я Степаниченко Никита Сергеевич. Ищу девушку Дашу Брахнову. Дарью Брахнову Александру. Дальню. Да, короче. И... Интересно вообще, что я с ним буду. Лиза, если ты... Да, Лиза, если ты... Получится у тебя найти, пожалуйста. И со мной, да, все хорошо. С нами совсем-все. Придо ждется. Меня зовут Мельникова Татьяна Михайловна. Со мной все в порядке. Дочь... Дочь у меня живет в Брянске. Мельникова Елена Александровна. В общем, все хорошо. Со мной бабушка живет. Дом сгорел. Я ее приняла. Мы вместе с ней живем. Все хорошо. Ну... Я Убиляева Светлана Николаевна. Я хочу выход на Украину. Там... Как... Если возможность будет, мне разрешат там проживать. Дальше здесь нет смысла вообще проживать. Ну, а что случилось? У меня... Тем более... А я уже жила до этого. Без света, без газа. Ну, так получилось. У меня был спорный... Конфликт был с администрацией. Без света, без газа и без прописки. Мельчай всего вообще. Только пенсия получила трудовую, потому что я ее заслужила. Пенсию я в два года получаю. Все, больше у меня ничего нет. Никаких прав. Я... И даже прав на дом. Из-за конфликта. Я Роденко Виктория Александровна. Проживаю в городе Суджа. Вот. У нас все хорошо. Хочу передать, кто увидит, может, из родственников, братья, дяди, тети. Мы живы с мамой. Проживаем также у себя дома. Ребята помогают. Дают хлеб, воду. То есть не оставляют нас. Так, все нормально у нас. Силаев Тимофей Валентинович. Все нормально. Пока что живы-здоровы. Вода есть, слава богу. Еда есть. Монетарку дают. Андрей Николаевич. Живы-здоровы. Да. Голодные, нет? Нет. Кормят. Ну, пойти дают же, я сказал. Не обезжают? Нет, я обезжаю. Здоровье как? Нормально. А что я могу сказать? Спасибо, что оставили на произвол судьбы. Они же уехали, а мы же не знали. Дисикова Наталья Ивановна. Ну, что ей передать? Юля, привет. Вике тоже привет. Могли бы сказать, куда уехали. Где находитесь? Мы дома, соседи, Света, Дима, друг другу помогаем. Как-то так. Ванюшка живой, все нормально. Инночка наша тут тоже все нормально. Ну, как бы все. Дорогая доченька, надеюсь, ты нас искала уже долго. Не расстраивайся, у нас все хорошо. Мы живы-здоровы. Папка, вон, передавал тоже привет. Всем привет Ерофеевым в Владивостоке и Ковалевым на Сахалине. Все хорошо у нас. Живы-здоровы. Ищут вас родные и близкие. Переживаю за вас. Как вы, шо вы? Как ваша фамилия, что я скажу хочу, я прочитал писать. Лузанова. Лузанова Анатолий и Лузанова Антонина. Да, да. Ищут дочь Люда. Ну, дочечка, дочечка, я твоя мама, Лузанова, Антонина Дмитриевна. Люда, шо я тебе расскажу? 29 августа наш дом сгорел. Мы щас живем у Юркиной хати. Юрка этот брат Люда. Ну, я бишь не могу разговаривать. Ну, напиши потом о себе, шо там, Данил? Данил учится, нет? Дедный брат. Как там Артем, Данил? Я вас прошу, снимите видео с моими дедушкой и бабушкой. Здравствуйте. Наши дорогие. Мы живы-здоровы, у нас все хорошо. Дома находимся. В своем доме. В своем доме живем. Вот, мы вас всех любим. И рады, что вы нас ищете. Тимур, это Юля, Маргарита. Софья. И Саша. Сашенька и Софья. Это внук и четыре внучки. Мы вас любим. Так что, дед с бабой в казачке находится сейчас. Сашенька, вот это ты, вот это. Мы здесь находимся дома. Так что, малышка, ты не беспокойся. Ты это, уже в четвертый класс пошла. Ты большая уже. Все у нас хорошо. Так же маме и папе передай. И всем остальных, если будут звонить вам. И всем родственникам. В Сибирь там это, и в Архангельске, и везде. Нашим передайте, что дед с бабой пока живы и здоровы. Сибирь там это, и везде.